Иммунитет к коронавирусу есть почти, пока вернее, у 6% россиян. Это данный Роспотребнадзор на конец февраля. Для замедления темпов роста заболеваемости необходимо, чтобы иммунитет сформировался у 60% населения. Вариантов его приобрести есть два – переболеть или вакцинироваться. В нашем крае, чтобы сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу, необходимо привить не менее 700 тысяч человек. Это больше, чем все население Хабаровска. В настоящее время в крае работает 46 пунктов вакцинации, привито более 30 тысяч человек. Записаться на прививку можно через госуслуги или по телефонам поликлиник. В России вакцина от коронавируса доступна практически всем желающим, в том числе и переболевшим, которых в стране запросто может быть около половины населения. Многие перенесли ковид в стертой или бессимптомной форме, далеко не все обращались к врачу и делали тесты, поэтому почитать точно сложно. Например, на днях завершен очередной этап исследования, которое дает представление об общепопуляционном иммунитете ковид-19 в крупных городах России. Он показал, что больше, чем у половины жителей мегаполисов есть антитела к новому коронавирусу. И возникает вопрос, стоит ли таким людям делать прививку или естественного иммунитета им вполне достаточно, чтобы не заразиться. Эксперты Минздрава в последней версии методических рекомендаций, а также в документе о порядке проведения вакцинации взрослых указывают, что при подготовке к прививке от ковид-19 проведение лабораторных исследований на наличие антител не является обязательным. Вместе с тем, лица, которые имеют положительные результаты такого исследования, полученные вне рамок подготовки к вакцинированию, не прививаются. И получается, что если перед вакцинацией вы сами не расскажете о том, что переболели и имеете положительный результат теста на антитела, то вас привьют. А если расскажете, не привьют. Так как же все-таки принимать решение? Не опасно ли делать прививку, если есть антитела? И как вообще формируется иммунитет? И надолго ли его хватает? Эти вопросы мы зададим нашей гости в студии Виктория Сулима, кандидат медицинских наук, клинический фармаколог, калерголог, иммунолог, заведующая отделением Краевого центра Антиспит. Доброе утро. 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 от состояния самого организма, даже от условий внешней среды очень много зависит. Есть такое понятие, как первичный иммунный ответ и повторный. Первичный, он такой взбалмошный, так скажем, да, он развивается достаточно быстро, формируются такие низкоспецифичные антитела класса иммуноглобулины ФМ, которую про все уже знают, и это где-то там пятый, седьмой день, но это классика. С первой-второй недели начинают нарастать титры антител класса иммуноглобулины G, это как раз вот те, где длительно и высокоспецифичные антитела, которые могут сохраняться долго. Их пик, ну, где-то 14-21 день заболевания, и параллельно формируются клетки памяти, так называемые. Все эти процессы идут в организме, мы не ощущаем этого, естественно. И, ну, каждый человек, естественно, вселенная, у которого все может немножечко отличаться. И вы знаете, что вот ковид, это вообще такая интересная инфекция, потому что он проявил некие свойства разнообразия иммунных систем, да, и вы слышали сами, что в молодом возрасте можно перенести очень легко, вообще незаметно на ногах, но тем не менее были люди и в 45, и в 50 лет, у которых были фатальные исходы, и мы об этом тоже слышали, наиболее уязвимые были категории граждан за 60, за 70, которые имели сопутствующий негативный фон в виде там сахарного диабета, в избыточной массы, сердечно-сосудистых заболеваний, и здесь уже более высокий процент смертельных исходов. Вот здесь как раз мы видим, что иммунная система, она не сама по себе, она, так сказать, зависима и от других систем организма. И риски, которые несет болезнь, они настолько высоки. Безусловно, все время есть весы, да, риск заболевания, можно ли вылечиться, вообще будет ли у тебя место в больнице, ужас, когда человек заболевает, пневмония, бежать, куда обследоваться, куда лечить. Есть определенные риски, которые несет вакцинация, потому что, ну, безусловно, это введение в организм чужеродного антигена, хотя в небольшой какой-то дозе, и она, безусловно, отработана. Я хочу вот тут такую ремарку вставить, что на сегодняшний день уже зарегистрировано три вакцины. И это все очень и очень высококлассные специалисты, высококлассные центры научные. Это центр имени Михаила Петровича Гамалея, имени Николая Федоровича Чумакова, наоборот, Михаила Петровича Чумаков. И Вектор – это Роспотребнадзоровский центр. О чем я говорю? Что там великие научные умы, создавая этот вакцинальный препарат, вложили в него все то позитивное, что им хотелось бы для того, чтобы прервать эту цепь эпидемии, прервать этот ужас, связанный с этой болезнью. Виктория, я вас перебью. Я понимаю, что работали высококлассные научные умы, да, российские, но все-таки надежный иммунитет, тот, который мы приобрели, переболев коронавирусом, или если получили вакцинацию. Вот что устойчивее получается? Ну вот этот вопрос можно также отнести, например, и кори, и гепатиту, и полиомиелиту. Вы же помните, да, что все эти болезни были побеждены. Это вирусные заболевания. Все они себя совершенно по-разному ведут. И вот если говорить о ковиде, тут еще много остается на самом деле вопросов, потому что вот вернувшись, скажем, к формированию иммунного ответа, мы уже сейчас видим, что люди, которые переболели летом, у них уже нет антител класса G. То есть, и вот как раз в тех правилах, на которые вы ссылались, говорилось о том, что примерно полгода не требуют вакцинации, и, собственно говоря, где-то к этому периоду уже антитела не определяются. Соответственно, вот этот постинфекционный иммунитет, он не держит долго. Другое дело, что, вероятно, есть клетки памяти, но с ними сложнее работать, их сложнее изучать. Если антитела как-то мы еще научились определять, и то здесь тоже есть масса вопросов, потому что в зависимости от метода определения, в зависимости от теста системы, можем то ли найти антитела, то ли не найти антитела. В одной лаборатории сдают, говорят, есть, в другой нету. Это M или G, или к N-белку, или к S-белку. Но тут масса вопросов, которые связаны с тем, о чем мы говорили, что это многоуровневая, многокомпонентная система, и вирусы – это многокомпонентная система. У кого-то формируется на S-белок, у кого-то на N-белок, вероятно, и те, и те будут защитными. Каков защитный титр, на сегодняшний день никто не знает. Вопросов очень много. Ну вот как раз-таки, да, вот разные тесты на антитела, люди спрашивают и не знают, какие вообще правдивые. Да, я столкнулась тоже с этой системой. Как обещать точно узнать? Что надежнее, да. Что надежнее, да, как информация. Можно сказать, потому что, видите, как, смотря какая производящая компания тест-систему производила и какой она взяла для себя генетический материал вируса, соответственно, на этот, ну, условно говоря, вот вы видели, как рисуют коронавирус, да, с такими шипами. Вот этот шип – это есть S-белок. Но это белок, да, он состоит из огромного количества аминокислотных последовательностей. Там их, например, 50 тысяч, да. И если взять один кусочек, там будет аминокислотных последовательностей, ну, тысяч 15, грубо говоря. Вот на этот ген создается антиген. И, соответственно, таким образом вот эта система будет улавливать конкретно этот антиген. Есть система иммуноблотинга. Это более сложно, вот в ВИЧ-инфекции используется именно эта система, чтобы не было ошибки. Там она вообще раскладывается на три составляющих. И только в той ситуации, если иммуноблот у вас подтвердил, тогда пациенту только поставят ВИЧ-инфекцию. То, вероятно, здесь происходит то же самое. То есть здесь надо какие-то более дорогостоящие, более углубленные. Но, может быть, этого и не нужно. Почему? Объясню. Если говорить по аналогии с другими заболеваниями 5G-вирусными, тот же гепатит В, если человек даже где-то когда-то переболел, но, слава богу, у него не сформировался хронический вирусный гепатит В, ему не противопоказана вакцинация, у него не будет ничего ужасного. Но если мы вдруг не знали, что он болел, и мы вводим ему 3 дозы вакцины, то он совершенно спокойно сформирует дополнительные антитела класса иммуноглобулина G, у него будет вторичный, вот этот спокойный вторичный иммунный ответ. Не первичный, взрывной, да, а уже, ну, скажем так, организм познакомился с этим антигеном, на вторичный контакт он выдает уже более осознанный синтез высокоспецифичных антител класса G, и мы не получаем гиперергической реакции. Но... То же самое с коронавирусом. Да, здесь тоже вполне... То есть ничего критичного нет, если человек, допустим, переболел? Критичного ничего нет. Если человек переболел, и прошло, ну, хотя бы полгода после заболевания, то мы не получим каких-то ужасов, которые мы могли бы получить, если он заболеет еще раз другим типом коронавируса. А если он сдал, ну, тест, и у него высокий титр антител сейчас, ему можно делать прививку? Ну, высокий что вы имеете в виду? Вот, кстати, хотелось бы и разобраться, да. Какой считается высоким? Мы у нас с этого начинали, что защитный титр, даже во всех инструкциях, в трех которых я просмотрела специально, там обновление штук 10, нигде не написано, какой титр является защитным. Вот так вот. Но я могу сказать, что по опыту уже наших сотрудников, которые были провакцинированы, наша лаборатория сделала исследование и увидела, что уровень антител после вакцины значительно выше, в разы, ну, то есть приведу пример, например, 1 на 3200. Это достаточно, это очень, то есть 3200 разведений сыворотки были, и там нашлись антитела. У людей, которые переболели, это 1 на 200, 1 на 400, 1 на 800. Ну, то есть даже у тех, кто очень хорошо сформировал, в 4 раза ниже, ниже, чем у тех, которые получили 2 дозы, как положено, вакцинального препарата. А вот несколько вакцин есть, как человеку сориентироваться, допустим, вот когда будет выбор, да, между какой вакциной выбрать. На что обратить внимание? Ну, если говорить про вакцины, тут тоже интересная очень ситуация, потому что вот самая первая зарегистрированная, да, гамм-ковид-ват, которая, спутник ВИДА, это вакцина нового поколения. Они как бы применялись в эпидемии Эбола, и там изучались неплохо, да, и там были неплохие результаты. Сейчас вот это такая на вирусе-носителе, так сказать, информация, которая поступает в организм, и поступив в иммунные клетки, в макрофаге, он их как раз распознаёт и выдаёт на гора вот эту продукцию, то есть запускается фабрика продукции антител. Если говорить там про эпивак-корону, то это такая, ну, уже знакомая нам технология, это полипептидная вакцина, ну, такой же принцип, например, опять же, если сказать, вакцина против гепатитов, да, то есть там берётся белок вируса, несколько белков, там, 3-4, там, и вводятся в организм, на них тоже вырабатывается вот эта фабрика. А последняя вакцина, Кови-Вак, это убитый вирус. Практически это вот как бешенство или клещ, который мы сейчас вот как раз компания против плечевого энцефалита. И, ну... Это то есть разные методы выработки иммунитета, а такой разницы как таковой нету, да? Это, скажем так, разные способы доставки антигена в организм. И смотря вот организму, какой антиген понравится, ну, на тот он как бы и будет вырабатывать. Теоретически можно, наверное, их последовательно было бы даже всем ввести и посмотреть. Виктория, чувствую, что нам нужно встречаться ещё не один раз. Вопросов, потому что много. Вопросов много. Спасибо вам большое. Это сложный такой научный вопрос. Да, было очень приятно с вами пообщаться. Спасибо вам большое за ответ на вопрос. На студии была Виктория Сулима, кандидат медицинских наук, клинический фармаколог, аллерголог, иммунолог, заведующий отделением краевого центра Антиспит. Спасибо.